ДРАКУЛА. РОМАН Последовательность, в которой представлены эти бумаги, станет понятной по мере их прочтения. Все ненужное опущено, чтобы эта история, сколь бы невероятной она ни казалась по современным меркам, выглядела как бесспорный факт. Здесь нет ни слова о прошлом, в отношении которого можно заблуждаться, но все отобранные свидетельства зафиксированы по горячим следам и отражают точку зрения и меру понимания участников событий. Субтитры создавал DimaTorzok Глава первая. Дневник Джонатана Харкера. Стенографическая запись. 3 мая. Бистритца. Бистритца, как указывает энциклопедический словарь, вышедший только десятилетием позже романа, это главный город венгерского комитата Бистритц-Нашотт. Трансльвания. Выехал из Мюнхена 1 мая в 8.35 вечера и прибыл в Вену рано утром на следующий день. Должен был приехать в 6.46, но поезд опоздал на час. Потому что я мельком видел из окна поезда, а также прогуливаясь по улицам, я решил, что Будапешт на редкость красивый город. Я боялся забираться слишком далеко от вокзала, так как наш поезд опаздывал и должен был вскоре отправиться дальше. У меня было такое чувство. Точно мы покинули запад и оказались на востоке. А самый западный из великолепных мостов, перекинутых через Дунай, имеется в виду мост графа Сечени, который соединяет Буду и Пешт, находящиеся на разных берегах реки, достигающий здесь громадной ширины и глубины, напомнил мне о временах турецкого ига. Выехали мы своевременно и к сумеркам прибыли в Клаузенбург. В том же энциклопедическом словаре упомянуто другое название этого города – Колошвар, и говорится, что это главный город Седмиградии или Трансильвании. Здесь я остановился на ночь в гостинице отеля «Роял». Мне подали к обеду, или вернее к ужину цыпленка, приготовленного каким-то оригинальным способом с красным перцем. Прекрасное блюдо, но возбуждающее сильную жажду. Примечание – взять рецепт для мины. На мой вопрос официант ответил, что оно называется «Паприка Гэндалл», и что в Прикарпатье его можно получить, пожалуй, везде, поскольку это национальное блюдо. Я пришел к заключению, что, как ни скудны мои познания в немецком языке, все же они оказали мне большую услугу. Я, право, не знаю, как бы обходился без них. Имея немного свободного времени, я, будучи в Лондоне, посетил Британский музей. Здесь находится одно из лучших в мире собраний памятников первобытной и античной культуры, гравюры, керамики и прочих музейных ценностей. До 1973 года в состав музея входила и знаменитая библиотека, самая крупная библиотека Великобритании, где рылся в атласах и книгах о Трансильвании. Мне казалось, что всякая мелочь, любые знания об этой стране окажутся полезными в общении с тамошним аристократом. Я выяснил, что местность, о которой он писал, лежит на крайнем востоке страны, как раз на границах трех областей Трансильвании, Молдавии и Буковины, посреди Карпатских гор. Трансильвания, юго-восточная часть Венгрии, примыкает к Румынии и Буковине. Энциклобедический словарь 1909 года. Это один из самых диких и малоизвестных уголков Европы. Мне не попалось под руку ни книги, ни атласа, указывавших точное расположение замка Дракулы, поскольку карт этих мест, сравнимых хотя бы с нашими военно-топографическими, не существует. Но я обнаружил, что Бистрица, имеющий собственное почтовое отделение город, упомянутый графом Дракулой, весьма известен. Здесь я добавлю кое-какие подробности, дабы впоследствии, когда буду рассказывать Мине о своем путешествии и пребывании в этих местах, восстановить в памяти все виденное. В Трансильвании живут четыре различных народности. На юге — Саксонцы, в перемешку с Валахами, народом, происходящим от Даков. На западе — Венгры. И Секли, на востоке и севере. Более правильное название народа, близкого к Венграм — Секеи. Ну а герой романа записывает это слово в дневнике с некоторым искажением. Последние, к ним и лежит мой путь, утверждают, что ведут свой род от Аттиллы и Гунов. Аттила, около 434-453 годов, царь, объединивший кочевой народ Гунов, сложившийся из тюркоязычных хунну, приуральских угров и сарматов, и некоторые другие племена, знаменитый полководец. Возможно, так оно и есть, ибо в XI веке, когда венгры завоевали страну, она была сплошь заселена гуннами. Я где-то вычитал, что Карпаты, словно подкова магнита, притягивают к себе все мыслимые в мире суеверия, а не как будто в центре странного водоворота фантазии. Если так, то мое пребывание здесь обещает быть чрезвычайно интересным. Примечание — надо расспросить обо всем графа. Я плохо спал, хотя постель была довольно удобной, мне снились какие-то странные сны. Ночь напролет под окном завывала собака, что, может быть, и повлияло на эти сны, а, может быть, виновата паприка, так как, хотя я выпил всю воду в графине, я не смог утолить жажду. Под утро я, кажется, крепко заснул, ведь, чтобы меня добудиться, пришлось с полчаса неистово колотить в дверь. К завтраку подали опять паприку, затем особую кашу из кукурузной муки, ее называют здесь мамалыга, и баклажаны, начиненные мясным фаршем. Превосходное блюдо. Называется оно имплитата. Примечание — надо раздобыть и этот рецепт. Мне пришлось поторопиться с завтраком. Поезд отходил без нескольких минут восемь. Вернее, должен был отойти, потому что, примчавшись на станцию в 7.30, я больше часа просидел в вагоне, прежде чем мы тронулись с места. Мне кажется, чем дальше на восток, тем менее точны поезда. Что же творится тогда в Китае? Весь день мы как бы нехотя тащились по местности, изобилующей разнообразными красотами. Нашему взору представали то маленькие городки или замки на вершинах крутых холмов, подобные тем, что встречаются в старинных молитвенниках, торичные потоки, грозящие наводнением, если судить по широким каменистым закраинам по обеим их сторонам. Половодье должно быть бурным, чтобы начисто сметать все с берегов. На каждой станции толпилось множество людей в разнообразных нарядах. Некоторые напомнили мне крестьян моей собственной страны или тех, что я видел, проезжая через Францию и Германию в коротких куртках, круглых шляпах и домотканных штанах. Другие были очень живописны. Женщины представлялись красивыми только издали. Вблизи у всех оказывались нескладные фигуры. На них одежда с белыми пышными рукавами разных фасонов, и многие подпоясаны широкими поясами со свисающими кусками ткани, которые колышутся вокруг тела, подобно балетным платьям, но под этим, конечно, были нижние юбки. Наиболее странное зрелище из-за своего самого варварского из всех вида представляли словаки в их огромных пастушеских шляпах, широких бесформенных штанах грязно-белого цвета, белых холщовых рубахах и непомерно тяжелых кожаных поясах, почти в фут шириной, густо усаженных медными гвоздями. Обуты они в высокие сапоги, куда заправляются и штаны. У них длинные черные волосы и густые черные усы. Они очень живописны, но нельзя сказать, чтобы очень располагали к себе. Выпусти их на сцену, их бы тут же приняли за матерых восточных разбойников. Однако мне говорили, они совершенно безобидны и скорее от природы лишены уверенности в себе.